Здравствуйте, меня зовут Татьяна Бойко. Сегодня я покажу особенности выполнения макияжа для элегантного возраста. И свою работу начну с коррекции бровей, потому что без этого я не приступаю к работе. Я наношу тональный крем на верхнее веко и на нижнее. С зоной глаз я работаю очень осторожно, как правило похлопывающими движениями безымянным пальцем. Следующий этап это корректор. Также я наношу его безымянным пальцем, похлопывающими движениями. В таком макияже очень важно осветлить внутренний угол глаза, потому что здесь идет такое углубление и плюс проходит венка. Она синего цвета и всегда будет делать такое визуальное затемнение, что в общем-то и придает возраст. Поэтому для меня очень важно здесь осветлить, и так как тазуна неподвижная, я могу смело нанести жирный корректор, который потом припудрю. Для меня очень важно при выборе корректора, чтобы он содержал минимум жирности и максимум красящих пигментов. Потому что если корректор или тональный крем жирный, мне придется много припудривать в пропорции один к одному, для того, чтобы избежать липкости, для того, чтобы макияж был гистен очень стойкий. Для тех зон, куда я не могу попасть пальцем, я использую синтетическую кисть. Припудриваю эту зону достаточно светлой пудрой, самая светлая из моей коллекции, что зону вокруг глаз необходимо осветлить. На этом припудривание не заканчивается, потому что нужно использовать еще кисть поменьше, для того, чтобы нанести пудру где-то ближе к ресницам, где не попала кисть широкая. Закрывайте. Иногда я прошу клиента посмотреть вниз, а не зажмуриться, для того, чтобы не образовалось складочек. И я припудрила равномерно. В данном макияже я буду использовать затемнение на базе схемы Smoky Eyes. Только я буду темнить верх подвижного и неподвижного века, не затемняя низ, потому что это сразу даст тяжесть. При верхнем освещении, которое я уже показывала, это будет еще такое более драматичное лицо. И чаще всего эта схема будет самая выигрышная. Эта схема скорректирует асимметрию, скорректирует нависание века. Она эффекта самая выигрышная. И для того, чтобы макияж наш был благородный, элегантный, я использую коричневые тона. Это натуральная тень кожи. Да, эффект, создание эффекта натуральной тени. И использовать буду черный цвет. Черного цвета не пугайтесь. Черный цвет будет наноситься только у ресничного контура. Потому что макияж глаз я закончу черной тушью. Это может быть черный цвет у ресниц. Такая схема, которую я использую, я могу ее сделать как в легком исполнении для дня, так же и в активном вечернем варианте. Я начала свою работу с коричневых теней светлого цвета. Это может быть какой-то бежевый тон, салонный оттенок, холодный, теплый. Смотрите прямо. При этом положение глаз клиента должно быть четко прямо. Теперь я использую коричневый цвет. Первые мои прикосновения были у ресничного контура. И постепенно я ввожу этот цвет в рамку, которую я создала изначально более светлым цветом. У меня такое правило, чем шире кисть, тем меньше пятен. Поэтому использую достаточно широкую кисть. Чем выше я поднимаюсь, тем движения мои более мягкие. В данном случае я вижу здесь вот такая вот ямка. Ее также нужно осветлить. И тем более коричневого цвета туда не должен попасть абсолютно. Использую более тонкую кисть для нанесения черного цвета у ресничного контура. Черный цвет мне необходимо нанести более широким пятном на наружную треть глаза. Для этого я могу показать, где приблизительно я его нахожу. То есть если поставить прямую кисть, да, вот этот вот треугольничек, он у меня получается подвержен затемнению. Для активного ресничного контура я использую аквагрим. Наношу я его тонкой синтетической кистью вдоль от первой до последней реснички. Растушевываю цвет, вводя его в предыдущий черный, который только что наносила. Закрывайте. И растушевываю линию плоской кистью. Следующим этапом будет нанесение туши. Закрывайте глаза. Для того, чтобы густо нанести тушь, я использую несколько движений. Это движение в сторону. Прокручиваю кисть вокруг своей оси. И одновременно с этим я скольжу по ресничкам. Мне хочется немножко добавить коричневого цвета на веко, потому что еще видна асимметрия. Под темным цветом она полностью спрячется. Чем темнее цвет, тем больше будет устраняться асимметрия. Но я не буду чернить, потому что моя цель есть создание такого спокойного, нейтрального, выразительного дневного макияжа или, скажем, легкого вечернего, назовем его так. Следующий этап – это нанесение тонального крема. Он должен быть очень тонкой и легкой текстуры. Такой тональный крем не маскирует никакие недостатки. Он выравнивает только тон кожи и структуру. Все остальное сделает корректор. Тональный крем я всегда наношу до линии угла нижней челюсти. Слегка растушевываю его в остатке на шее. Тонный крем. Тонный крем. Здесь нужно обратить внимание на уши, которые могут быть другого цвета или декольте, туда также нужно протянуть либо тональный крем, если это легкое какое-то покраснение, либо корректор, если это более красные цвета. Если это дневной макияж, здесь можно в данном случае воспользоваться только ресничным контуром, это может быть линия, проведенная аквагримом, либо это накрашенные ресницы, немножко корректора на участке, которые имеют какие-то покраснения и много пудры. В принципе, такой вот эффект, как макияж за 5 минут в одном из моих роликов. Корректор я наношу на подбородок, это такая выступающая часть, и нос также является такой выступающей частью, которая будет постоянно подвержена смазыванию и вытиранию, поэтому здесь будет наибольшее количество корректора, и немного на щеки. Очень важно не нанести корректора много, потому что это жирная текстура, которая будет скатываться в процессе носки. Нельзя попасть плотным нанесением на носогубную складку и на складку возле углов рта. Также зона вокруг глаз, тоже на эту зону нужно нанести немножко абсолютно корректоров, и то, если это необходимо. Если нет необходимости, лучше не использовать его вообще в этой зоне. При более плотном использовании корректора на носу могут проявляться опоры. С ними лучше бороться таким способом. От центра к периферии, слегка заглаживая более твердую зону. Я для этого использую ноготь. Таким способом поры не забиваются. Если буду наносить от периферии к центру, то поры забьются. Так же само по заглаживанию поры. Это нужно сделать от центра к периферии. Очень легкое нанесение корректора вокруг глаз, потому что здесь венка проходит. Ее также необходимо загримировать. Если нужно очень легкое нанесение для дня, то лучше клиента посадить возле окна или сделать макияж при дневном освещении. В данном случае используется искусственный свет и автоматически плотность более активная. Следующий этап – это припудривание. Припудриваю кожу буквально немножко, для того, чтобы слегка зафиксировать. В возрастном макияже я могу не использовать пропорцию припудривания один к одному, сухое к жирному. Даже нарушить ее. То есть слегка у меня кожа липкая и влажная. Потому что возрастная кожа всегда хочет пить. И, как правило, она сухая. Поэтому здесь она всегда очень быстро впитает в себя тональный крем. Наибольшее нанесение пудры у меня будет там, где лежал корректор. Это подбородок, это нос, центральная часть лица. Сейчас по пудре я выполняю коррекцию сухим способом на осветление. Для этого тоже использую пудру. Если мне будет не хватать ее, я возьму светлые тени. Сейчас я хочу осветлить носогубную складку. Чем глубже, тем плотнее цвет. Для этого использую бежевый, но максимально светлый цвет. Складку в углу губ. Но ни в коем случае нельзя выйти на выпуклые зоны, потому что сделаю их еще больше. Светлый цвет, он вытягивает углубление, либо делает какую-либо зону больше. Если кисточка великовата, можно взять более тонкую. Центр лица. Для рельефа. Внутренний угол глаза. И вот здесь такой рельеф. Обычно я использую еще цвет перламутровый для того, чтобы сделать рельеф кожи. сделать какое-то свечение, сияние по скуле. В данном случае я его не буду использовать, потому что здесь проходит рельеф. Мне нужно побороться с ним. Для этого я буду использовать только матовую текстуру. Если я буду использовать перламутровую, то я только подчеркиваю, потому что он постоянно будет сиять и бликовать. И только подчеркиваю, что здесь какой-то мешочек существует показывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если это сделать светлыми белыми тенями, то мы только можем подчеркнуть такие углубления. Потому что белый цвет холодный, он может отдавать синевую, белую бездну. Редактор субтитров А.Егорова Для создания рельефа я использую перламутровую пудру, имеющую легкое сияние. Провожу кисточкой по центру носа. В данном случае очень красивый нос. В принципе, нет никаких горбинок. Я смело могу использовать именно перламутр. Немножко на губы, немножко под губы. Если все-таки сияния на скуле не хватает, я могу использовать перламутровую пудру, но только не попадая на рельеф. Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Музыка 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 Я хочу сделать макияж бровей, здесь присутствует легкая симметрия, это бровь выше, а для того, чтобы мне моделировать бровь, мне необходимо приподнять либо вот эту бровь, либо слегка опустить вот эту, на мимику мы не сможем никогда влиять, но в данном моменте мне бы хотелось немножко скорректировать и сделать все возможное, потому что я визажист. Брови имеют легкую асимметрию, поэтому мне необходимо смоделировать их для того, чтобы они были ровные, приподнять одну бровь, возможно опустить другую, буду использовать технику сухого нанесения теней и мокрого при помощи кисточки, имитирую волоски. В моделировании бровей мое первое прикосновение это центральная часть брови, либо излом, где две трети, именно первое прикосновение там, потому что это активное пятно, которое сразу поведет в рост туда, куда мне необходимо, и не будет такого угрюмого выражения, потому что, как правило, очень часто большая ошибка визажистов, когда они начинают работать, первое прикосновение ставят начало брови. Нет, это должно быть выполнено по-другому. Здесь я опускаю бровь, нанося цвет на нижнюю ее линию. вверх слегка. Здесь я буду имитировать волоски при помощи тонкой кисточки и коричневого цвета. здесь я рисовала волоски за счет нижней линии, здесь я рисую волоски за счет верхней линии, для того чтобы при поднятии. Я всегда расчесываю брови, потому что макияж брови заключается не только в прорисовывании волосков или линии сухим способом, а и в том, чтобы расчесать, уложить, зафиксировать бровки, придать им цвет, струсить пудру с бровей. Поэтому гель для бровей незаменимое средство для этого. Чаще всего я расчесываю брови вверх, верхнюю линию слегка опускаю. Но иногда для укладки бровей необходимо одну бровь расчесать вниз, другую вверх, потому что там какая-то слоя асимметрия возможно быть. Здесь необходимо осветлить ямку, о которой я говорила вначале, я сейчас заметила. Смотрите прямо. Четко в углублении я наношу либо пудру, либо светлые тени. Следующий этап это моделирование лица на затемнение. Движениями из-под волос я делаю моделирование. Слегка затемняю крылья носа, буквально остатками цвета на кисточке. Декольта немножко неравномерного цвета, поэтому я хочу его покрыть корректором. Я припудриваю декольте светлой пудрой. Если мне необходимо сделать декольте более темного оттенка, это я сделаю только после того, как нанесу светлую, потому что появятся пятна. Шея обычно светлее, поэтому действительно здесь нужно сделать оттенок. Более темной пудрой я протягиваю цвет, который был нанесен на боковую зону лица. То есть я здесь искусственно нарисовала тень, я должна ее протянуть везде. Следующий этап это моделирование губ. Для этого я использую бежевые оттенки карандаша, светлее, темнее и немножко увеличу губы, потому что тонкие губы тоже могут подчеркнуть возраст. Когда губы более объемные, все-таки это элемент возрастного макияжа сделать объемные губы. Если вам кажется, что очень ярко, всегда можете приглушить цвет пудрой. Она также сделает более сухим контур и помада не будет растекаться. Первое мое прикосновение это на центр губ, потому что очень активный слой помады и остатки я протяну до контура. Возрастной макияже очень хорошо, когда есть все три акцента. Это акцент на глазах, акцент на губы и акцент на брови. Еще в возрастном макияже можно использовать немного румян, их нанесение будет в области морозных щечек. Буквально немного розового цвета, либо персикового. Я люблю розовый цвет, потому что в сочетании с коричневой коррекцией он уже даст такой персиковый оттенок. Много цвет можно нанести на неподвижную зону века. Еще один момент, который я не сделала, это нанесение светлого цвета вот в эту ямку. Будьте с нами, с вами была Татьяна Бойко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова